Губернатор Челябинской области Борис Дубровский своим решением выделил дополнительные 70 миллионов рублей из областного бюджета на благоустройство Магнитогорска. Сегодня смело можно констатировать прорыв в этой не самой простой сфере нашей жизни. Заметно чище становится на улицах и во дворах, появляются новые дорожные развязки и клумбы, строятся современные жилые дома, многочисленные поселки и торговые комплексы. Будет ли этот благоустроительный бум продолжен, покажет самое ближайшее время. А вот зачем многомиллионные суммы в непростое финансовое время тратятся именно на благоустройство, выяснял Игорь Гурьянов. Удивительный мы все-таки народ. Можем в идеальной чистоте содержать собственную кухню или рабочее место и тут же на автомате выбросить пустую пачку из-под сигарет себе под ноги. Каждое утро чистим зубы и умываемся, и тут же после умывания из окна машины выбрасываем окурок. А ведь концепция чистого и здорового города проста как сковородка. Это и есть цель многомиллионных инвестиций в благоустройство города. В чистом, уютном, ухоженном городе жить проще, лучше и здоровее. Понятие здоровья мы будем трактовать в широком смысле. Сначала буквально. Если на улице нет пыли, то нет и грязи в наших легких. Если через новый перекресток машины пролетают, не задерживаясь в пробках, в воздухе меньше оксидов свинца. Когда сажают новые деревья, в городе становится не только красивее и прохладнее, а элементарно чище. Когда ликвидируется очередная несанкционированная свалка, это напрямую защищает наши организмы от всевозможных инфекций. Прорыв в этом направлении в нашем городе не заметит только слепой. Из линейки знаковых событий последнего времени, прямо и в лоб, иллюстрирующих, что да, жизнь налаживается, я бы выделил, как это на первый взгляд не парадоксально, установку в сквере металлургов вот этой скульптурной композиции, дворничиха и сантехник. Казалось бы, абсолютно бесполезная с прикладной точки зрения конструкция, но, ребята, видели бы вы глаза тех дворников, что были на открытии, ведь им впервые так громко спасибо сказали. И еще из личных наблюдений к скульптуре можно подходить и гладить. Вот такие веселые, жизнеутверждающие ребята, хоть и бронзовые, на душе становятся светлее и чище. И потом, по самому большому, гамбургскому, как говорят, счету, в по-настоящему плохие времена ни памятники, ни фонтаны не открывают. И сейчас о здоровье духовном может быть первичным. Свойство человеческой памяти таково, что плохое, неприятное и вредное быстро забывается. И вот уже стираются из нашей памяти километровые пробки на юности, работает новая развязка. Как-то быстро мы забыли и о самой противной гримасе рыночной экономики – ларьках. Всего несколько лет назад их было буквально засилие. Кривые, ржавые. Они ни чистоты, ни красоты в городские пейзажи не несли. Их хозяева еще долго сопротивлялись, когда им на законодательном уровне запретили продавать сначала пиво, а потом существенно ограничили продажу и рекламу табака. Другими словами, на государственном уровне озаботились такой тонкой материи, как духовное здоровье и чистота. Прежде всего, подрастающего поколения. Из этой же линейки и двухлетней давности война с магазинными наркотиками, курительными смесями. Тогда торговцы спайсами в лицо смеялись правоохранителям. Дескать, а по закону можно. С ними пытались говорить о чистоте, вы ведь травите наших детей. Те в ответ смеялись еще громче, сами виноваты. Но сделали всем миром, одолели наркоту шаговой доступности. Значит ли это, что наркотики ушли из города? Безусловно, нет. Как не исчезли совсем из ларьков пиво и сигареты. Как безотлагательные к решению тысячи и десятки тысяч насущных проблем. Сегодня на улицах Магнитогорска становится чище. Нужно, чтобы процесс очищения и оздоровления наших душ проходил как минимум параллельно. А лучше, чтобы опережал. Игорь Гурьянов, Вячеслав Гусев, Олег Карпенко. Телекомпания ТВ.